Сохранилось рукописное повествование об иконе Пресвятой Богородицы, которая в городе Рязани в часовне при церкви преподобного Симеона Столпника было написано по повести пожилых людей. Согласно повествованию, в Рязани жила вдова, давно страдавшая пороком пьянства. Когда она пропила все, что имела, то взяла из дома принадлежавшую ей икону Богородицы знамения и отнесла в Корчму. Корчевник принялся укорять женщину, но она не смогла преодолеть свою губительную страсть и пообещала позже выкупить икону. Хозяин Корчма поставил икону в свою божницу. Протрезвев, вдова ужаснулась своему поступку и через несколько дней выкупила икону и поставила в своем доме на прежнее место. Но наутро обнаружилось, что икона исчезла и появилась в божнице Корчевника. Так происходило три раза. Вдова поняла, что Царица Небесная наказала ее за кощунство, долго каялась и с того времени до самой смерти никогда не брала в рот Хмельнова. Икона же осталась у владельца Корчмы и получила название «Знамение Корчевное». Мы, дорогие братья и сестры, я по жизни тоже видим, являемся свидетелями многочисленных знамений. Но часто мы не в состоянии их различить. Как Господь говорил, обличая книжников и фарисеев, вы знамение времени различить не умеете. Вот так же и мы, дорогие братья и сестры, часто не видим знамений времени, не имеем рассуждения, а действуем исключительно по своему плотскому дрованию. Когда икона стала являть чудеса исцеления от пьянства, ее с почестями перенесли в Рязанскую церковь Симеона Столпника. По преданию, в 1848 году икона спасла жителей Рязани от эпидемии холеры, которая поразила центральные губернии России. Верующие с молитвами крестным ходом обошли весь город. Еще икона избавляла от пагубного пристрастия к карточной игре и других пороков, и пребывала в церкви до революции. Сохраненное чудом в 1920-е годы при изъятии церковных ценностей благодаря дворянину Дмитрию Серебрякову, по другим данным Сереброву, который входил в состав комиссии, издал лишь ценный оклад, а саму икону спрятал у прислуги в доме. По лику иконы прошла трещина, и в 1989 году был сделан список, который тоже хранится в Иоанно-Богословском монастыре на Рязанской земле. Икона выставляется на аналой по воскресным дням для водосвятного молебна в соборе апостола Иоанна-Богослова.